Россия несет колоссальные потери и наступает на одном направлении. Теряя много живой силы, войска РФ продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий возле Бахмута. Подставил сборную и разрыдался. Сумасшедшая драма российского биатлона, Эдуард Латыпов стал антигероем самой жестокой спортивной истории на играх в Пекине. Спаси, Бог, Пугачева отправила близким друзьям обращение со странным названием, а его слили в сеть. Уехавшая в Израиль звезда не забывает про близких. Певица разослала всем видеообращение, где рассказывает о состоянии своей души. Гендиректор «Зенита» высказался о переходе Ловрена в Леон. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что «Леон» выступил инициатором трансфера защитника Диэна Ловрена, отметив, что французский клуб предложил футболисту выгодные условия контракта. Овечкин, Вашингтон, плохо начал сезон. А сейчас мы как бы пришли в норму. Российский нападающий, Вашингтона, Александр Овечкин прокомментировал игру команды после неудачного старта сезона. Самарские военные погибли при атаке в Су в Макеевке под Донецком. По месту, где находились люди, ударили американскими химарос. СК проведет проверку по факту задержания мигрантов в центре Петербурга, 2 января 2023 года. После задержания почти 2000 человек в центре Петербурга в новогоднюю ночь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверки на предмет нарушения миграционного законодательства. Церемония прощания с Пелли. Прямая трансляция. Церемония прощания с Пелли продлится сутки на стадионе «Вела Белмира», после чего гроб с телом легендарного футболиста провезут по улицам Сан-Паулу. В первый день проката «Чебурашка» собрал 225 миллионов рублей, это рекорд среди российских фильмов, выходивших 1 января, кино и сериалы на DTF. До этого больше всех в первый день нового года приносил последний богатырь, корень зла. Запущенный с территории Украины беспилотник сбили на подлете к Воронежу. Вблизи Воронежа системы противовоздушной обороны ПВО сбили украинский беспилотник. Почему Россия атакует дронами ночью и сколько это может длиться, ответ эксперта. Россия атакует Украину дронами камикадзе иранского производства ночью, чтобы обойти украинскую ПВО. В то же время российские атаки могут продолжаться, пока запасы беспилотников не закончатся.